Двор жителей города Сарань утопает в канализационных отходах. Кроме этого, жильцы вот уже некоторые сутки сидят без отопления. В суде по громкому делу экс-премьер-министра Серика Ахметова допросили родственницу бывшего Акима Караганды Мирама Смогулова. Новые подробности дела в репортаже наших корреспондентов. Глава региона Нурмухамед Абдебеков начал проверку готовности к зимнему периоду. В текущем году для уборки снега будет задействовано более 100 единиц техники. Обо всем по порядку. Двор жителей города Сарань утопает в канализационных отходах. Отчаявшиеся люди обратились к нам в редакцию за помощью. Кроме того, жильцы вот уже некоторые сутки сидят без отопления. Бывший владелец котельной ушел со своего поста. Местные власти пришли на встречу с жильцами и объяснили всю ситуацию. Все подробности в материале Ларисы Хусаиновой. Во дворе улицы Победы, большие лужи и неприятный запах. Несмотря на обращение к чиновникам, помочь жителям никто не спешит. Запах стоит уже в квартирах, а на улицу выйти и просто невозможно. Канализационные отходы уже просочились в погреба и подвалы. Откачивать бесполезно, нужен ремонт. Но от властей всего лишь один ответ. В бюджете нет денег. Они два часа покачают и сворачивают. То бензина нету, то у них насос сломался. Насос очень маленький. Там надо вообще зиловский ставить насос. И поэтому вообще вода никуда не уходит. Даже уже в квартирах стоят унитазы. Особенно в этом подъезде. Постоянно это все, что будет в квартире. И вот я неделю прошлую, я всю билась, чтобы нам хотя бы откачали, чтобы пробить в дом, потому что это все булькало дома. Но у нас разговор один. Ждите до зимы, будут деньги, сделаем трассу. Я говорю, как мне жить с этим, что у меня дома творится. Вместе с жителями съемочная группа отправилась в отдел жилищно-коммунального хозяйства. О том, что проблема серьезная, говорят и сами чиновники. Уверяют, трубам более 60 лет. Срок эксплуатации уже вышел. Но для новых сетей необходимы большие затраты. Сейчас мы нашли возможность частичного. То есть труба уже приобретена. Через две недели техника этого подрядчика должна прийти в город. И данный участок около 50 метров будет заменен. Бестраншейная прокладка должна исправить ситуацию. Техника и новые трубы прибудут из Кокшетал. По словам директора отдела, ремонтные работы займут всего один день. Канализация – самая большая проблема жителей. На протяжении нескольких лет люди обращались в различные инстанции. Но получали только письменный ответ. Сегодня представители коммунсервиса сказали, что наболевший вопрос решится до наступления холодов. Владелец котельной с этого года отказался отапливать дома. Жители заключают договор с бывшим владельцем о том, что до 1 ноября у них будет отопление. Но пока его даже не подключили. Но что будет потом, жители не знают. Мы ходили позавчера, 7-го числа, 6-го, я точно не помню, 6-го числа. Ходили в Акимат, там было собрание. Ну, как бы руководство города обещает нам эту котельную восстановить. Но тут осталось полмесяца. Я думаю, это нереально. За ходом ремонта котельной следит Акимат Саране. Сейчас устанавливают новые котлы. Отопление будет через пару дней. А для котельной нашли нового арендатора. Сейчас в квартале уже подключили дома, которые прошли апперсовку. Допустим, 22 дома в этом квартале. Четыре дома уже подключили. Сейчас осталось 18 домов. Почковеньку апперсовку сейчас проводят. Старшие вчера вызвали. Вот мы в Савиатуре 5-го числа дали. Но они потихоньку проходят, а уже холодом. Нет, апперсовку надо же провести дома, правильно? До этого вот котельной не было, апперсовка не была проведена. Сейчас вот апперсовку проведем по кварталу. Уже потихоньку начали, сегодня начинают они. Вы приблизительную дату можете назвать? Два-три, ну два дня максимум. Два дня максимум. Через два дня у жителей будет отопление? Конечно, мы можем. Жители уже недоверчиво относятся к обещаниям чиновников. Но все равно, кроме как ждать, им ничего не остается. Лариса Хусыинова, Жасулан Маклубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В суде по громкому делу, экс-премьер-министра Серика Ахметова допросили родственницу бывшего Акима Караганды Мирама Смогулова. По версии следствия, она, воспользовавшись родственными связями, купила земельный участок у подсудимого Иернара Дарибекова, который на тот момент был руководителем отдела земельных отношений. Свидетельница свою покупку с высокопоставленным родственником никак не связывает. В зале суда допросили Розу Смогулову. Она является женой брата экс-акима города Мирама Смогулова. Свидетельница рассказала о нюансах покупки земельного участка. Я, честно случайно, напротив вокзала в остановке увидела объявление, что продается земля. И там номер телефона. Я вот эту бумажку сорвала и это домой принесла. Потом сына сказала, говорю, там, говорю, дается, продается земля, и в аренду как бы дается, что ли, и вот, говорит, мой телефон. Со слов свидетельницы Смогуловой, она приобрела земельный участок по объявлению. Гособвинители обратили внимание суда на совпадение. Земельный участок купила таким же способом не только Смогулова. Еще одна жена брата бывшего акима города Мирама Смогулова, Макожанова, также приобрела землю. При этом сделки купли-продажи были совершены у одного и того же нотариуса. Макожанова также заключила указанный договор в сфере уважения. В суде был заслушан еще один свидетель. Руководитель межрайонного управления агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Актюбинской области давал показания в онлайн-режиме. Бахтиар Усенов занимался допросом свидетеля Даурена Шакенова, который изначально давал показания против фигурантов дела, а на суде заявил о оказании давления со стороны следственных органов. Усенов заявил о том, что Шакенову были разъяснены права и обязанности. Никакого применения силы или иного давления не оказывалось, пояснил он. Прокуроры ходатайствовали о привлечении свидетеля Даурена Шакенова к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Судья обращения удовлетворил и поручил провести проверку этого факта. Аймам Ринатолий Генрошитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков начал проверку готовности к зимнему периоду. В областном Акимате чиновники отчитались о ходе работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В текущем году для уборки снега будет задействовано более 100 единиц техники. Акимобласти призвало ответственных увеличить количество обогревательных пунктов на сложных трассах и позаботиться о топливе. Создать резервный фонд материально-технических средств, провести в готовности все оборудование необходимую технику, которая будет привлечена в зимний период. В областном Акимате провели работу над ошибками. Акимобласти вспомнил практику прошлой зимы, когда погода то и дело выкидывала сюрпризы в виде бурана и гололедицы. Аварийно-спасательными подразделениями совершено более полутора тысяч выездов. На автодорогах региона зарегистрировано 46 случаев, связанных с остановкой техники в связи со снежными заторами. Спасено более 400 человек, 20 из них – дети. Анализируя прошедшийся период, много нареканий возникает в адрес устойчивости функционирования коммунальной сети области. Так, за период пошедшего отопительного сезона прошлого года действительно 13 случаев порыва водопроводов. Из них один случай зарегистрирован в городе Караганде. Практически каждый год на северной области у нас происходит чрезвычайные ситуации в системах теплооснабжения. Одной из особых задач зимнего сезона чиновники обозначили безопасную эксплуатацию печей и дымоходов. С начала текущего года из-за несоблюдения техники безопасности произошло 113 пожаров. Глава региона поручил чиновникам провести осенний осмотр водохозяйственных сооружений области и не допустить повторения весеннего паводка. Что мы должны быть готовы к возникновению и нештатных каких-то ситуаций. Спрогнозировать их, смоделировать и самое главное, как их нейтрализовать или последствия их ликвидировать. Вот этот комплекс вопросов, на которые мы сегодня специально обращаем внимание. Между тем, чиновники заверили о 60-процентной готовности к зимнему периоду. С их слов, все необходимые работы ведутся планомерно. Акимы районов Караганды отчитались перед депутатами. На заседании по прослушиванию отчета по благоустройству были затронуты и проблемы свалок, дорог, также труб. По Казбекбийскому району отчиталась Татьяна Шатохина, ознакомившая участников заседания с отчетом о проделанных работах с момента назначения. На 12-й сессии областного Маслехата в 2013 году было принято 34 правил по благоустройству города и районов. В Казбекбийском районе владельцам квартирных кооперативов и предпринимателям объяснили данный план. И уже с этого момента властями было проделано 90% работы. Кроме того, во время благоустройства выявили почти 1500 фактов нарушения. Также мы дали предложение о внесении изменений в правила и предложение по повышению уровня благоустроенности города Караганды. То есть поручение сотрудникам дорожно-патрульной службы ОВД города Караганды принесение службы обращать внимание на нарушение правил благоустройства, открытие органов внутренних дел, канала связи посредством современных мобильных приложений, то есть использование всех возможных законных методов. Несмотря на то, что работы выполнены правильно и выделенные деньги освоены, тема мусорных свалок не теряет свою актуальность. Потому заседатели намерены установить видеокамеры и принять строгие меры в отношении нарушителей. В целях благоустройства города будут проводиться беседы и с местными жителями. Не вопрос, а больше пожелания. Вот вы упомянули комплексность подхода к благоустройству дворов. На следующий год, я думаю, не возникнет никаких проблем с агитацией людей, чтобы они благоустройствовали. То мы потом вряд ли к этому вернемся. Есть вот по Бухаржирау-31, например, тот же самый эпизод, когда часть дворов согласилась на благоустройство, часть домов не согласилась. Они на следующий год с удовольствием, видя этот хороший пример, они уже с удовольствием согласятся. Депутаты затронули и проблему отопительных труб и автомобильных дорог. Каждый год в этом районе асфальт засыпается вместе со снегом. По этой причине с наступлением весны дороги приобретают нерадужный вид. Но Аким, поддерживая слова синоптиков, заявил, что до окончания ремонтных работ заморозков не будет. Фариза Убаева, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться. И обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. В Караганде взята под стражу директор туристической фирмы «Фараон» Жанна Рабио. Напомним, в июле этого года клиенты турфирмы «Фараон» не смогли вылететь в Турцию из Караганды. Выяснить причину отсутствия брони на места в самолете им не удалось, поскольку офис был закрыт. Потерпевшие обратились в полицию. Директора задержали. Все это время женщина находилась на свободе. Ходотайство о аресте Жанны Рабио заявили карагандинцы, которые вовремя не смогли поехать отдыхать за границу. От турфирмы «Фараон» пострадали больше ста человек. Туристы считают, что Жанна Рабио может еще раз обмануть людей. Постановлением следственного суди от 6 октября 2015 года Ходотайство руководителя СГСУ ДВД Карагандинской области Саламатова согласовано с первым заместителем прокурора Карагандинской области об изменении меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Абео в Жаннар удовлетворено. ТО «Горкомтранс» приобрел новую мусороуборочную технику. Более 20 спецмашин закупили при поддержке программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Действующий тариф для жилого массива с человека составляет 128 тенге. Но до Нового года планируется увеличение до 200. Все подробности в следующем сюжете. Вся эта техника обеспечит городу регулярную уборку мусора. 28 новых машин спецтехники приступят к работе уже в ноябре. Для карагандинцев будет создано около 40 рабочих мест. Мусороуборочные машины были приобретены в кредит на сумму 250 миллионов тенге. На данный момент спецтехника проходит регистрацию. Сборка машин в целом заняла полтора месяца. Во всех обслуживающих организаций районах будут установлены новые контейнеры евростандарта. Конечно же, санитарное состояние на сегодняшний год желает лучшего. Сейчас идет месячник. Мы совместно с районными акиматами работаем, вывозим и листву, и тот негабаритный мусор, который складируют. Конечно же, хотелось призвать и жителей города, что все, что делает предприятие на сегодняшний день, приобретение этой новой техники, это все будет работать на благо города. В список обслуживающих районов добавлены поселок Актаз, Дубовка и Уштобе. Чтобы начать работу, уже ведется набор водителей и грузчиков на новые вакансии. Раньше у организации было 120 рабочих машин, а сейчас их количество увеличилось до 150. Наша компания является лидирующей по городу. С приобретением новой техники наш город станет еще чище и лучше. Мы призываем горожан следить за чистотой, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Руководство ТОО «Горкомтранс» гарантирует очистить город от мусора уже через месяц. А в скором времени ожидается новая спецтехника «Компактор». Диана Рамазанова, Толиген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В связи с 70-м юбилеем сессии ООН преподавательский состав Карагандинского экономического университета организовал «Круглый стол». На встрече преподаватели подготовили свои доклады по теме и обсудили всеобщие вопросы относительно мирового сообщества. Данный «Круглый стол» разъясняет студентами общественности университета основные аспекты выдвинутых главой государства на 70-й сессии ООН, план которого – глобальная стратегическая инициатива 2045, являющаяся главным политическим вопросом. Цель нашего «Круглого стола» – донести до широкой общественности университета, особенно для студенческой молодежи, те новые глобальные политические инициативы, которые были выдвинуты главой государства на юбилейной сессии ООН. На «Круглом столе» выступили ученые-экономисты, финансисты, обществоведы и юристы. Они представили свои доклады на основные темы мирового сообщества и подготовили научные статьи. Быть очень корректными в проявлении своего отношения к другим этносам, к другим религиям, потому что недавние события, связанные с деятельностью сотрудников Ширли Абду, показали, насколько это, в общем-то, острая проблема. Карагандинский экономический университет впервые участвует в таких общественных семинарах. Ряд активных студентов уже успели опубликовать свои статьи на выдвинутые темы в газете «Казахстанская правда». Гульза Ацахова, Олжас Капасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. По республике начались работы по повторной вакцинации против кори. Дополнительная иммунизация связана с высокой заболеваемостью в Казахстане. Только за последние полгода зарегистрировано около 2300 случаев кори. Все подробности в материале нашего корреспондента. В основном болеют казахстанцы от 15 до 29 лет, а также дети до года. После первой вакцинации, которая вызвала отрицательную реакцию, повторные работы по прививке проходят по тщательной подготовке. Вакцинация против кори в нашей школе плановая. Мы были к ней готовы. Заранее провели собрание с родительской общественностью. На собрание приглашали представителей здравоохранения, представителей с ампединстанцией. Все родители осведомлены о том, что такое корь. Никаких, в принципе, претензий со стороны родителей не было. Медицинские работники сами идут на встречу всем жителям. При правильной рекомендации данные прививки. Пропоганда здорового образа жизни активно идет в образовательных учреждениях города. В школах ученики выпускают газеты о заболевании кори, подготавливают ролики и буклеты. Сегодня в общепрозавательной школе номер 21 в городе Тимиртау планируется привить 120 подростков. Это учащиеся 9, 10 и 11 классов. Мой ребенок занимается спортом. Я хотела, чтобы он вырос здоровым, крепким, сильным мальчиком. Поэтому я за то, чтобы сделать ему прививку против всех заболеваний, в том числе и против кори. В свое время я тоже прививалась, делала прививки. Поэтому, в общем-то, я считаю, что мое здоровье крепкое. И того же хотелось для своего ребенка. Дополнительная иммунизация против кори проводится по всей территории Казахстана с учетом детей от 15 до 19 лет. В последующем планируется вакцинировать и остальные возрастные группы. В завершении выпуска еще об одном. 650 миллионов в год в среднем теряет доходная часть государственного бюджета только из-за нелегальных перевозок на маршруте Караганда-Астана. Об этом и о других проявлениях теневой экономики разбирались на очередном заседании консультативного совета Департамента государственных доходов по Карагандинской области. Я думаю, сегодняшний наш совет консультативный пройдет, позволит нам предпринимательные вопросы департамента госоходов ввести конструктивный диалог, своевременный и объективный решать актуальные вопросы в сфере налогово- и таможенной администрирования. Руководители Ассоциации предпринимателей общественных объединений в первую очередь волновали вопросы налогообложения в кризисный период. Именно на средний и малый бизнес в первую очередь могут лечь недоимки налогов в стране. Основной вопрос встал о проблемах развития автоперевозок в области. Эта сфера деятельности, как лакмусовая бумага, выявляет основные вехи, мешающие развитию бизнеса не только в области, но и в Казахстане в целом. В Караганде работают 9 перевозчиков. Из них одна фирма не имеет ни одного собственного автобуса. Остальные от 30 до 90 процентов их арендуют. И только два предприятия можно считать настоящими перевозчиками с собственной ремонтной базой, с медицинским обслуживанием и полным штатом сотрудников. Перевозчикам-арендаторам намного выгоднее работают, привлекая со стороны частников, при этом не вкладывающие средства на покупку автобуса. Анидин Буралкин определил направление, по которым, как он считает, можно вывести из теневой экономики нелегальных перевозчиков. Нужно укрепить законодательную базу, возродить билетно-учетную систему на всех предприятиях, обеспечить прозрачный контроль за работой автотранспортных предприятий. В прошлом году органами внутренних дел были проведены только 4 акции по выявлению нелегальных перевозчиков. Этого явно недостаточно. На сегодня в Караганде уже есть проект, как с помощью электронной системы полностью вывести наличные деньги из оборота перевозчиков. А вот с отменой упрощенного налогового режима для перевозчиков с докладчиком оппоненты категорически не согласились. Зато оценили работу мобильного дривера по поиску такси как нелегальный бизнес. Тем более, что деньги от регистрации водителей уходят в Россию. В острые дебаты перерос вопрос о принятии закона в первом чтении парламентом Казахстана, о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения. Налоговое законодательство в стране работает долгие годы стабильно и без пересмотров. Это считается серьезным достижением. Собравшиеся высказали сомнение, не уменьшится ли налоговая база после урегулирования. Ведь по подсчетам специалистов налоговая нагрузка может возрасти на предпринимателей малого и среднего бизнеса и на фермеров от трех до пяти раз. Это значит, что в теневую экономику вновь уйдет 30% предпринимателей. А это люди, на которых делается ставка в развитии экономики страны. Свои предложения консультационный совет решил направить в парламент. На совете также обсудили вопросы по сертификации импортируемого оборудования и запасных частей в силу требований технического регламента Таможенного союза, корректировок цен на автотранспортные услуги и другие. Сергей Высокосов, Исламбек Усманов, Арман Нартаев. Первый. Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Соболастер. Субтитры создавал DimaTorzok